Всем здоров, братва, с вами Миха, это снова Танки Онлайн, если честно, видео записываю немного с отвращением и желания особого нет, вы знаете, у меня еще в последнюю неделю такая тенденция, что я как не зайду в Танки, у меня всегда чувство отвращения прям, блять, возникает. Если у вас такая же херня, лайкос влепите, ладно. Короче, блять, решил поиграть я на мульте, не знаю вообще, что из этого получится, я просто зашел сюда, я не знаю, наверное, последний раз заходил неделю назад, и смотрю, тут выпала заданка хэллоуинская, набери 3000 опыта за 5 золотых ящиков. Я сначала подумал сменить его нахер, а потом, блин, да может и можно поиграть. Ну, короче, ладно, решил все-таки поиграть, давайте какой-нибудь вот это сменим, посмотрим, что из этого будет вообще. О, ящики ускорения собрать, ну да ладно. А я, кстати, на ближайших скидках, у нас через день или два будут скидки на МПК, тут смоку вкачаю, у меня кристаллов вроде должно хватить. Да, М2. Так, у нас на карте хэллоуин, это вот каждый сам за себя, по-моему, да? Вот сейчас меня вроде должно кинуть на карту хэллоуин в режим ДМ, посмотрим, как это быстро вообще случится, я не буду ни на паузу ставить, ни там что-то обрезать, а просто я вот нажал на кнопку играть, и другого способа просто нет в эту битву попасть. И вот ждем, блин, сколько уже, наверное, секунд 10-15 прошло, блин, как меня кидает в эту битву. Ищи хер знает вообще, куда я сейчас попаду, чем каким-то капитаном, бля, попаду, или... Ну, блядь, вот смотрите, ты что тут, блядь, как-то можно играть вообще в эту битву? Мне надо 3000 опыта заработать, я что, должен, блядь, сутки, что ли, сидеть в этой игре? Да вы кончены, что ли, вообще, разрабы. О, смотрите, куда это меня кидает? Не понял, что это такое? Походу, меня опять в это лобби кинуло, да? Ой, беда, кстати, давайте в гараж зайдем, я хоть посмотрю, что у меня там за вооружение-то, а то я, блядь, не помню, ни хера, на чем, пацан, раз, играл. А то вдруг голдик выпустит, я хоть диктатора... А, у меня тут титана с мойки М1, да давайте, похер, ее оставим. Так, а что у меня по припасу? У меня там, по-моему, аптек вообще не было. Блин, может парочку аптек прикупить? Штук пять прям. А то, блин, вдруг голдик выпустит, а у меня не аптеки, ни хера. Слушайте, его двойного урона тоже нету, пока скидка. Давайте тоже маленечко куплю, а то мало ли. Ладно, идем снова в битвы. Идем снова охота за тыквами, посмотрим, сейчас-то меня хоть скиднет, что ли. Я это, ребята, ничего не буду не перематывать, ни хера, я просто вот сижу вместе с вами и пытаюсь выполнить заданку в танк. Конечно, теперь так интересно стало. Вот я опять нажал играть, и, блядь, что происходит? О, меня сейчас на орбиту все-таки кинет. И то еще не факт, это мы сейчас посмотрим. Даже если кинет, то на орбиту кинет капитан. Вы, кстати, за временем следите, сколько прошло от начала ролика и до того, как меня кинуло. О, все-таки, блядь, наконец-то закинуло. Давайте смотрим, какие звонки. Охеренно, лейтенанта, блядь, тут уже у всех М2, блядь. М2, М2, и, скорее всего, донатный там, потому что, ребята, смотрю. Нагибают, донатят, ну и так далее. Так, у меня там, по-моему, двойной... Какую-то двойную херню надо, короче, мне собрать там. Ну и заодно посмотрите, как вот у нас все на ДДшках, откуда у них нара. Ну, наверное, ребята задонатили. Сейчас меня вынесут, я вот этого челик вынести не успею. Нет, успел. Так, ни аптеки, ни хера тут ничего нету, все подобрали. Будем просто вот перить килы. Отлично, это вот тоже стырил. Ну, сейчас меня вынесет, наверное, чувачок, да? Давайте гляну вообще, что у меня там за заданка. Я не понимаю, ребята, если честно, сколько у меня уйдет время на этот видос. Пять ящиков ускорения мне дадут там сколько кристалликов. А если голдик выпадет, будет, конечно, вообще зачетно. Ну вот, я на четвертом Уорренте зашел против вот таких вот ребят. Против лейтенантов и так далее. Не думаю, что это хорошо, конечно, но, блин, выбора нету. Я больше не могу выбирать, ребята, из списка битв ту, которая мне интересна. Не могу. К это вот меня изида прессует. Откуда она взялась? Как бы в минус, чтобы не упасть. Хлопа, знаете, изидка. Ну и, соответственно, она у нас... Да, она у нас... М2, по-моему, да? Вот М2 изидка. Замечательно, да. У меня им первый корпус. Я-то свою пушку-смоку сам прокачал без доната. Я рассчитывал, что это сочетание будет когда-нибудь нагибать. Но, по-моему, уже оно не будет нагибать. То есть сейчас даже на таких званиях, как моё, походу, уже играть бесполезно. Хопа, отлично. Отлично вынес я, чувачка. Так, вот у этого челика вроде нет от меня резиста. Поэтому попробуем сейчас его нагнуть. Ну, смотри, чувак, просто сразу сходу нару врубает и всё. Откуда у него нара на таком звании и хер? Вот у меня вот её нету. Ну, блядь, чё. Ну, вот так вот. Так, не забываем про двойное ускорение. Так, отлично. Килл стырил. Я, правда, хер, где она тут падает? А вон, хотя одну вижу. Одну вижу. Ну, тут какая-то, может быть, тактика. Просто стоять вот здесь вот. Стоять вот здесь, контролировать дроп. Больше вариков, если честно, не вижу. Вот у чувака. А, нет, ну у него М1. У него гром-то М1, да. О, ну он нарит аптеку. Ну, у него, походу, нара дохерища, чё тут скажешь. Овердрайв. Молодец вообще. Да, ребят, я больше не знаю, что сказать про эту игру. Вот я сейчас даже на наре ничего не смог сделать. При том, что у меня смока М2. Нахер я её качал. Я не понимаю. Зачем вообще смысл, какой качать какое-то вооружение, если тут всё равно какой-нибудь... Приходит донат, и тебя нагибает вообще без каких-либо проблем. А потому что меня же не кидает нормальную битву к третьим, к четвёртым уорнтам. Меня кидает к лейтам, блядь. Это ж... Вот это чё я могу сказать. Ой, да. Да, ребят. О, кстати, вижу двойное ускорение. Это круто. Успеть бы ещё его взять. А, кстати, посмотрим, сколько голдиков выпадет сегодня. Я, кстати, про голду. Вон ещё одно это ускорение. Я, кстати, про голды уже отдельно и ролик записал. У меня вышел на канале экстренный выпуск. Кто ещё не посмотрел, обязательно посмотрите. Там про баланс, про... Опа, с объёмом я ему присылал. Нет, я даже ему сбить не могу. Там про донат, про баланс в танках онлайн. Ну и про всё вот такие вот вещи. Ну, смотрите, чувачок, просто без проблем меня выносит. Хопа. А я ему не сбить ничего не могу. Замечательно. Так, вот так вот мы набираем 3000 опыта. Сколько нужно его тут набирать, чтобы эти 5 голдов санных заработать, я даже не представляю. Сейчас вот он опять будет по мне фигачить. Да, ну, я сделать против него ничего не могу, с учётом того, что у меня смока М2 почти. Одного шага не хватает. Так, где тут ещё падает у нас ускорение? Где тут ещё падает ускорение? Я вам даже что-то сказать не могу. Так, вон тот челик, да, который меня мучил на своей рельсе. Хопа. Ладно, давайте вот с этим, с дуэлем, так сказать. Нет, не будем с ним дуэлить. Что-то он какой-то опасный. Я лучше пойду дропчик пос... Блин, а где падает ускорение? Ёлки-палки, блядь. Не, чувак, ты далеко не уедешь, наверное. Ну, смотри, просто меня все прессуют, а я стырить килл хочу. Нет, меня добивает ДДш на рельса. Как теперь, блядь, играть? У меня титан М1, смока М2, а я играть вообще не могу. Я представляю вообще, что... Я ещё во что-то врезался, замечательная текстура. Я представляю, как вы играете на таких званиях на ваших сочетаниях. Это у меня тут М2 смока, а у вас на таком звании-то её вряд ли будет. Потому что я её качал, прям намеренно её качал. А никакие другие пушки больше не покупал, и ничего другое больше тоже не качал. Смотри, хопа, ваншот. Нет, у меня сейчас стырит килл, вот этот вот чувак у меня стырил килл, я так и знал, в принципе. Ну, вот так вот, вот так вот. Как теперь играть, мне не совсем понятно. Вот, смотрите, голда нету, играем уже, наверное, минуты 3-4. А вот я вчера, ребята, играл на этом аккаунте, и примерно вот так же где-то выпадали голда. Ну, то есть за одну битву выпадает 1, ну, или 2 голда. Вот, сегодня голды x10, и сегодня они выпадают точно так же, как вчера. Ну, то есть 1-2 за битву. И, по-вашему, это x10, по-моему, ну, по-моему, нет. Мне дадут туда ехать до этой штуки-то, а? Походу, не дадут. Да, не дадут. Замечательно, замечательно. Я больше не знаю, что сказать вообще насчёт этой игры. Да, вот такие вот дела. Такие вот, ребята, дела. Что делать, непонятно. И у вас вот ещё есть желание играть в эту игру, у меня чё-то пропадает. Да, хотел взять вот эту штуку, чувак, у меня её взял. Сейчас ещё за мной поедет. Да. Ну, печально на самом деле, что тут скажешь, ребята. Я, как и сказал, активно ещё буду снимать ролики по этой игре. Ну, где-то, наверное, вот этот вот Хэллоуин, плюс ещё Новый год. Так, это чё за чувак тут у нас респанулся. Новый год тоже буду, да, активно снимать. И после Нового года уже, наверное, буду всерьёз задумываться о каких-то новых онлайн-играх. Он, чувак, без проблем вообще аптеку нарит и даже не парится, как говорится. Ну, а, соответственно, от вас мне бы хотел какие-нибудь предложения. Ну, ещё он вынесет меня. Какие-нибудь предложения вообще насчёт игр. Желательно, чтобы это были онлайн-игры, в которые можно было играть вместе с подписчиками. Ну, то есть с вами, да. И мы могли бы вместе поиграть. Потому что танки, ну, это всё, они отжили своё. Это на самом деле уже без иронии, без какого-то юмора, без каких-то шуток. А больше в эту игру даже у меня нет желания играть. Я, ребята, вот кто часто ролики мои смотрел, на самом деле довольно, ну, как сказать, лояльно, что ли, относился практически ко всем нововведениям от разработчиков, да. Что бы они там ни вели, я думаю, ну, наверное, это необходимо. Наверное, это действительно нужно. И каждый раз вот я заходил в игру и думал, что, ну, блядь, ну, дальше некуда, наверное, это реально предел. Ну, куда дальше-то ещё? А нет, блядь, они находят куда. И каждый раз я вот захожу в игру и просто херею от того, что у них происходит. Ну, на самом деле, вся последняя активность, вот, относительно обновлений в игре, направлена, по моему мнению, исключительно на получение прибыли. На получение доходов от проекта Танки Онлайн. Плевать абсолютно разработчикам на баланс. Всё, что они там говорят, прикрываясь балансом про свои обновления, это полная чушь и полная херобора, я на этом убедился, в этом убедился лично. Никакого баланса в игре нет и, скорее всего, уже не будет. Решают здесь исключительно бабки, либо ты сидишь задротишь. Вот я, смотрите, прокачал, получается, смоку почти, да, им второй, да? При этом на этот аккаунт я не донатил, да я вообще ни разу в игру не донатил. И я всё равно здесь не нагибаю. Заходит вот просто какой-нибудь челик, кто на первом месте, какой-то капран или как его там, что за них хер поймёшь, врубает аптеку, врубает ДДшку и просто спокойно всех нагибает. Ему похер, что у меня смока М2 там или ещё какая-то. Ему это абсолютно не интересует. Он в баблича вложил и без проблем делает то, что хочет. Поэтому смысл играть в эту игру, чтобы страдать, я, если честно, не вижу. И на самом деле многие, я думаю, со мной согласятся. Чувак, а что ты ДДшку-то не берёшь? А, ну ты ещё и башни крутишь. Ну то есть вот, ну нету смысла, нету смысла играть вообще. Желание с каждым днём угасает. Ну вот этого чувака я, наверное, тоже сейчас вынесу. Да, причём с одного удара. Ну замечательно. Да, у меня прицел ещё, у меня все сбивают. Вообще молодцы, да. Ну, пожалуйста, вот овердрайв у челика. Хопа. Я вообще всё равно буду прессовать. Хопа. Вот такие дела, ребята. Как дальше играть в эту игру, мне... О, он на моей мини, что ли, там, убил? А как дальше играть в эту игру, мне, если честно, не представляется. С трудом вообще представляется, не знаю, что делать. В общем, вот такие дела. А... И, кстати, вы смотрите, битва к концу подходит, да? Никто вроде в битве особо не стоит. Ну то есть вот я вчера, например, играл, да? И... Давай-давай себе, самоурончик, чувак. И вчера тоже ребята, ну, активно вроде набивали киллы, уничтожали. То есть, ну, примерно такое же было у всех количество киллов. Ну и падали голды, как я уже сказал, там, ну, 1-2 в битве, и это было нормально. И вчера не были X10, а сегодня не X10. И падают, ну, примерно так же. Вот я даже битву, блядь, записал, вот, чтобы не быть голословным, я недавно тоже на этом же аккаунте записал битву, тоже вроде на Титана Смоки. Записал там ролик, обычный тоже он был. Я примерно в такой же битве был, там, правда, меньше чуть были звонки. Но суть не в этом. Суть в том, что там по количеству примерно такая же она была. Примерно столько же было у всех киллов, я только, не помню, около 40 где-то тоже штук я набил. И упало, по-моему, даже не 1, а 2 голда. Блин, или 1, не помню. Суть в том, что сейчас вот аналогичная ситуация у нас, как бы, в X10 голды, но я что-то их особо не замечаю. Ну, вот, ну, вот так вот. Ну, вот что тут еще сказать? Ну, я не знаю, что тут еще можно сказать. В общем, бля, ну, хер, ну, я не знаю, ребят, на самом деле. Какой-то дурак меня, блядь, убивает, не понимает, что я хуйня. Че он делает вообще? Это вообще ж неадекват, а? Ну, просто стоит из какого-то вонючего Титана херачивать, о, из какого-то вонючего рикошета он херачивает Титана. Реально, что ли, неадекват, или в чем проблема-то? Ну, выбери другую цель, ты же понимаешь, что ты Титана не убьешь, блядь, со своего рикошета. Ой, кошмар. Просто кошмар, ребят. Ну, на самом деле. Так что пишите свои предложения. Я, кстати, планирую записать скоро топ-10 онлайн игр для относительно слабых ПК, потому что мой комп, ну, если честно, особо не тащу, да? Я на слабом компе играю. А отчасти это вот как раз одна из причин, почему я вообще играю в танки онлайн. А потому что у меня, ну, не очень сильный комп, скажем так, да? Вот, поэтому, думаю, записать какой-нибудь такой ролик. Вот, смотрите, блядь, дурак меня херачит. А записать какой-нибудь вот такой вот ролик, вот, смотрите, он просто нарит, и ему похеру. Ролик топ-10 онлайн игр для слабых компов, наверное, прям так назову, чтобы я мог не просто один играть, а, например, играть вместе с вами. Я, кстати, все-таки, кажется, собрал эти двойное ускорение, потому что у меня заданка, смотрю, выполнилась. Вот, но, смотрите, две минуты остается, я на гол тут, в принципе, уже не надеюсь. Ну, а что толку-то? Сейчас стырю килл у чувака. Бля, не успел, ну, ладно. У меня Титан М1, я вроде как бы его толкать должен, но что-то... Да, Титан не катит, не катит. Такие вот, ребята, дела в танках онлайн. Блядь, что-то прицел ему сбить не могу, нихера. Нормальный ход, короче. Нормальный ход. Че тут еще сказать? Мне больше сказать нечего. Просто доиграй вот эту битву, да и все, наверное. Ну, чувак, брат. Хопа. Сейчас вынесу его. Кому голд? Вот-вот на самом деле остается только самим скидывать эти голды, потому что... Ну, не падут они в 10 раз чаще. Кто бы что бы там ни говорил, зайдешь на форум, там эти недоделанные модеры что-то пишут, втирают какую-то дичь. А то же самое в группе ВКонтакте. Я им пишу, говорю, слушай, слушай, чел, ну, блядь, ну нету, я же вижу, бля, разницу. Что я, допустим, играл на... Этому аккаунте позавчера, и там столько же голдов и подало. Что сейчас играю, когда X10, и... Ну, ничего не изменилось-то. Он говорит, нет, блядь, типа, у нас X10, и он... Я, короче, думаю, ну ладно, чувак, все с тобой понятно. А с тобой, как и с разработчиками, разговаривать, ну, просто не о чем, я считаю. Ну, вот это вот мое мнение. А, да. Ну и, соответственно, они еще, как только начинаешь говорить им правду, они тебя еще и блокируют. Я думаю, надо использовать овердрайв, потому что 20 секунд остается до конца, голд уже точно нихера не упадет. Зачем я его убью, бля, он же под ддхой. Лучше вон того, на самом деле, гасить. Я еще не попадаю, как какой-то нуб. Ну, вот такие, ребята, короче, дела. Вот такая получилась битва. Ставьте лайк, если вы испытываете такое же отношение к танкам онлайн, которое и я. Дайте хоть приз, что ли, заберу, бля, а то что я как этот... В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментах варианты своих онлайн-игр, в которые можно поиграть вместе с вами, вместе с подписчиками. И я с удовольствием в некоторые из них поиграю. Ну, если, конечно, мой комп их потянет. Короче, всем, как всегда, крепкого богатырского здоровья, отличного вам настроения, ну и удачи как в танках, так и по жизни. Всем счастливо, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok